Всем доброго времени суток, с вами Санчо. В этом видео разберем лучшие и самые распространенные разворотные паттерны. В прошлом видео мы уже разобрали 3 тап сетап, а в этом речь будет идти про 3 драйв с паттерн. Кто не смотрел первую часть, обязательно сделайте это перед просмотром этого видео. На графике, где показаны цифры 1, 2, 3, бычий и медвежий 3 драйв с паттерн. Я показываю все примеры на одном таймфрейме и в одном диапазоне только для того, чтобы показать вам, как эти паттерны часто формируются на графиках перед каким-либо значимым движением. И неважно, это будет биткоин или какая-либо валютная пара. То, что я здесь показываю, будет работать на любом рынке и в любое время. Поделитесь этим и предыдущим видео с друзьями и знакомыми. Я считаю, что такие распространенные и элементарные паттерны должен знать каждый. И перед тем, как мы начнем, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Здесь я пишу про трейдинг, аналитику и мысли по рынку. В нем вы найдете много полезной и интересной информации для себя как трейдера. Ссылку смотрите в описании. 3 драйв с паттерн. Это паттерн трех движений. Визуально это будет выглядеть как 3 перехая или перелоя, а потом возврат в другую сторону. Подтверждением этого сетапа будет слом структуры. Тогда и будет лучшая возможность для входа в позицию. Начнем с бычьего 3 драйв паттерна. В данном случае было агрессивное движение в нисходящем направлении. После чего цена начала манипулировать лоями. Под словом манипуляция имеется ввиду, когда цена обновляет минимум, а потом закрепляется обратно выше него. Другими словами, собирает ликвидность и затем разворачивается. Если цена обновляет минимум и закрепляется ниже него, то скорее всего это будет просто нисходящий тренд. Искать этот паттерн при таком раскладе не стоит, потому что вероятность увидеть продолжение нисходящего тренда и условно 4 перелой очень высока. Но и также очень важно учитывать контекст для высокой эффективности отработки паттерна. Бычий ТДП должен формироваться у зоны поддержки, а медвежий у зоны сопротивления. Также сильным дополнительным фактором будет наличие дивергенции. Поэтому обращайте на это внимание. Это будет указывать на слабость тренда. В этих двух примерах нет значимой зоны поддержки в бычьем паттерне и зоны сопротивления в медвежьем. Потому что я хочу показать, как стоит работать в такой ситуации. А потом рассмотрим пример, который будет отрабатывать эффективнее. Итак, на бычьем тренде началась коррекция. И цена сформировала бычий 3-драйвс паттерн. Он бычий, потому что происходит манипуляция лаями. Следовательно, когда происходит манипуляция хаями, формируется медвежий паттерн. Но фактически цена не протестировала никакой области поддержки. Следовательно, агрессивный вход не должен рассматриваться. Потому что вероятность поймать неоправданный стоп будет повышена. У цены есть потенциал движения еще ниже. В такой ситуации после трех перелоев следует дождаться слома структуры. А после этого искать вход в позицию. Для этого протягиваем фибоначчи от лоя к хаю. И определяем дискаунт зону. А в ней ищем специфическую область. Откуда мы будем рассматривать вход в позицию. В этом случае зоной поддержки будет выступать ордерблок с имбалансом на дневке. Сейчас покажу как это выглядит. И вот здесь был прикрыт дисбаланс. После чего началось ралли. Отличная отработка. Но давайте вернемся на 12-часовой таймфрейм. Где я покажу эту коррекцию и возможности для входа. Если вы внимательно смотрели мое предыдущее видео про 3-тап-сетап. То для вас не было проблемой найти вход в этой ситуации. Здесь было обновление предыдущего минимума. А потом возврат на ретест. Первая точка входа была на прикрытии имбаланса. А консервативный стоп был бы за третий лой. Выходит соотношение риска и прибыли 1 к 3. Отличная сделка. Но я стараюсь входить в сделки с большим потенциалом. Поэтому рассматриваем вторую точку входа. После поглощения свечи. Которая снимала ликвидность. И стоп соответственно ставится за нее. Потенциал этой сделки будет 1 к 4. Уже лучше. Но в любом случае у нас еще есть возможность войти на ретесте нижней границы рейнджа. Я выделил ордер блок. И от него будет приемливо зайти. Ну и стоп тоже ставится за лой свечи. Которая снимала ликвидность. И уже в этой сделке соотношение риска и прибыли будет 1 к 9. То есть, если вы входите с риском 1%, то потенциально можете забрать 9%. Феноменально. Ну и не думайте, что мы обязательно должны подстраиваться под 3-тап сетап. Его может и не быть. Просто работайте по структуре и рассматривайте открытие позиций от значимых областей поддержки. Когда торгуете бычий сетап. Ну и входов на самом деле куда больше. Просто я не хочу сейчас рассматривать младшие таймфреймы и разбирать каждую возможность. Потому что у меня уже было видео на тему, как входить в сделку. Поэтому рекомендую посмотреть и его. Оно уже в подсказках. Теперь посмотрим на медвежий 3-драйвс паттерн. Который будет уже более глобальный. Он формировался практически 2 месяца. Ну и впоследствии мы увидели отличную отработку. Здесь можно увидеть аналогичную картину, как и в предыдущем примере. Только в обратную сторону. Цена манипулирует хаями. По левую сторону априори нет зоны сопротивления. Потому что это максимум цены за все время. Поэтому использование паттерна будет сугубо через слом структуры. Как дополнительный фактор для своего анализа. На стадии формирования 3-х перехаев. Вы могли обращать внимание на дивергенции. Это будет указывать на слабость тренда. Как видите на графике максимумы все выше и выше. А на индикаторе они понижаются. Это будет медвежьей дивергенции на медвежьем паттерне. Так что вероятность отработки будет высокой. После того, как вы увидели слом структуры. Вы можете определить премиум зону. И в ней рассматривать открытие позиций. У зоны сопротивления цена сформировала медвежий 3-тап сетап. После чего продолжился нисходящий тренд. В предыдущем видео эта ситуация подробно разбиралась с вариациями для входа в позицию. Так что сейчас переключаемся на дневной таймфрейм. Для того, чтобы посмотреть на весь этот диапазон. Как видите практически каждое значимое движение, разворот тренда, его продолжение. Это 3-тап сетап или 3-драйв с паттерн. Если переключиться на более младшие таймфреймы. Хотя бы на 4-х часовик. То их будет в разы больше. Они встречаются буквально каждый день. И даже по нескольку раз. Поэтому я считаю, что их обязательно нужно научиться находить и использовать в своих целях. Переходим к следующему примеру. Посмотрим на валютные пары. График евро и иена. На нисходящем тренде сформировался 3-драйв с паттерн. В рамках коррекции на формирование ловерхая. Это отличный пример, который позволяет открывать эффективные позиции в направлении тренда. Когда началась коррекция, можно было определить премиум зону. И в ней искать специфические области. Откуда цена потенциально может развернуться и продолжить нисходящее движение. Здесь находятся равные максимумы. Которые выступают целью для цены. А выше них ордерблоксим балансом. Цена всегда будет стремиться заполнить дисбаланс. Поэтому можно было предположить движение в эту область для поиска шорт позиции. Цена манипулирует хаями и формирует ликвидность снизу. Это признаки дистрибуции. Также вы можете обращать внимание на моментум. В принципе, это должно происходить автоматически. Окей, первой точкой входа будет тест ордерблока. На третьем перехая. Стоп соответственно ставится за него. А тейки на нижнюю границу этого ренджа. Но это зависит от самого графика и вашей торговой системы. Не всегда стоит пытаться поймать все движение. По этой сделке соотношение риска и прибыли будет 1 к 9 с одним тейком. Это очень хороший трейд. Если у вас получится открывать такие сделки хотя бы раз в неделю. И до этого не ловить 10 стопов. То вы будете прибыльным. Но я бы не стал надеяться. Большие деньги так еще и стабильно зарабатываются на сделках 1 к 3 или 1 к 4. После этого начал зарождаться локальный нисходящий тренд. Мы здесь видим ловер лоу, ловер хай и еще один ловер лоу. Цена возвратилась в зону ОТЕ, перекрыла этот дисбаланс. И далее двигалась в сторону общего направления цены. Это эффективное ценообразование. Ну и дальше я вижу вход от метигейшн блока. И на этом все. Естественно, если рассматривать более младшие таймфреймы, то там будет куда больше входов. Но даже исходя из дневки, вы можете заметить, что возможностей войти масса. Главное, чтобы у вас было понимание общего направления цены и того, как работают инструменты, которые мы используем. Тогда у вас просто не должно возникать каких-либо проблем находить такие сетапы и успешно их применять в абсолютно разных контекстах. Я надеюсь, что эти видео были максимально полезны для вас. И вы многое для себя подчеркнули. Перед тем, как применять какую-либо информацию, которая была в этих видео, обязательно проведите фундаментальную работу на истории перед ее использованием на реальном счете. Всем спасибо за просмотр. Если вы узнали что-то новое, то поставьте лайк и напишите комментарий. Это помогает продвигать видео. Ну и также подписывайтесь на мой телеграм-канал и инстаграм. Напоминаю, ссылки в описании под видео. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok